Израильские учёные первыми в мире успешно применили метод, который многие уже назвали революцией в ортопедии. Они научились формировать костную ткань пациента из его собственного жира. Метод уже прошёл испытание и в ближайшее время может получить самое широкое распространение. О том, какие новые возможности открывает полнота, шеф нашего Ближневосточного бюро Сергей Пашков. На этот раз профессор Розен волновался больше обычного. Пациент попал в аварию, на сломанную голень поставили штифт, закрепили винтами, но в кости образовалась большая 5-сантиметровая дыра. В таких случаях у больного берут кости с тазобедренного сустава, измельчают и внедряют в поражённый участок. Это болезненно, это трудоёмко, это долго заживает, грозя вовсе не прижиться. Но на этот раз решили воспользоваться совершенно новым методом. Это настоящая революция в ортопедии. Мы взяли из живота пациента жировую ткань. За две недели в биореакторе превратили её в костные клетки и внедрили в травмированный участок. Сначала экспериментировали на мышах. Выращенная из жира кость не отторгалась организмом, прорастала сосудами, очень быстро приживалась. Первыми эту уникальную технологию опробовали на людях челюстно-лицевые хирурги. Ведь при травме или патологии костей черепа очень сложно найти донорскую ткань. Произошла революция. Теперь мы берём у пациента жир, превращаем в костную ткань и вводим в поражённый участок. И уже через несколько часов в этой внедрённой биологической кости начинают прорастать сосуды. Операции были успешны в 100% случаев. Этим неожиданным методом Сергею всего за несколько месяцев восстановили разрушившуюся челюсть, по сути вернули к полноценной человеческой жизни. Ни разу не было ни температуры, ни воспаления, ни болей, ничего. Важно, что созданные из жира костную ткань получают в виде желе. Возможности открываются фантастически. Во-первых, жировую ткань берут у вас из живота, что само по себе неплохо. Затем помещают в биореактор и превращают жировые клетки в костные. Далее специальным шприцом эту костную ткань вводят в разрушенную кость. Или выращивают новую, так как, например, сделали вот с этой человеческой голенью. За результатами израильских исследований внимательно следят российские специалисты. Применение жировой клетки для выращивания и деления этих клеток на более дифференцированные, и применение в клинике потом результатов, это, конечно, является прорывом. Прорывом и довольно интересным, потому что потребность в таких клетках и в таких технологиях довольно велика. Это фантастическая новость для хирургов и для пациентов, для которых становится жизненно важным, садясь на диету или отправляясь в спортзал, оставить себе хоть немножко жирка, как НЗ, на экстренный случай. Сергей Пашков, Варвара Галемба, Александр Иванюк, Вести, Израиль.